Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2090. Тема «Грех». «Могли бы вы вкратце на основании Писания и правил святых отцов показать несоответствие предлагаемых житей по Писанию и преданию?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Этот вопрос не ко мне бы подставлять, а к жившим в те времена людям. Но было же Писание и тогда, так почему же не сравнивали они свои действия с этой книгой книг? Разве я какое-то новое учение ввел? Почему я должен это все объяснять, когда есть Библия? Ее можно открывать и читать, и сравнивать с тем, что мы на деле видим сегодня. Где заповедны набросать жену и детей, в каком стихе или главе Евангелия, если родные наши не противятся истине? Это прямо антихристианское учение, и оно вышло не от любящего сердца. «Кто впервые ввел эти иноческие другие уставы, лишь бы настоять на своем?» Потом эти совершенно надуманные клятвы, обязанности, уставы монастырские, если это просто сообщество для лучшего выживания в трудных экономических условиях, или для обороны от врагов, или школы для научения, тогда понятно. Но тут резкое противопоставление себя всему христианскому миру, не миру безбожному, а христианскому, причем с активной агитацией переманивания в свой лагерь, жесткой структурой и безоговорочной сдачей всех бывших позиций. Причем настолько явно тоталитарным характером, как бы спецзаказ какого-то важного тоталитарного деспота выполняется. Все пункты этих киновий, монастырей, лавр в чистейшем виде сгусток самых тоталитарнейших сект. В монастыре есть истинные родоначальники всякого тоталитарного режима. Нужно было бы Ленину, Сталину, Гитлеру пожить в монастыре, научиться и потом уже создать монастыри и гулага на территории целых стран. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божией. Зачем меня все время обвиняют в своей неправде? Они якобы ратуют за честь святых. Но разве честь Божия меньше того стоит, что вопреки Слову Божию нужна авторитет смертного человека, бывшего парнишкой, прожкой, ставшего преподобным и святым Серафимом, ставить выше авторитета Иеговы Вседержителя, Творца Неба и Земли? Шестой Вселенский Собор. Правило 62. Определяем никакому мужу не одеваться в женскую одежду, не жеме в одежду мужа свойственную, не носить личин комических или сатирических или трагических посему, тех, которые отныне, зная сие, дерзнут делать что-либо из вышесказанного, если суть клирики повелеваем извергать из священного чина, если же миряне отлучать от общения церковного. В 340 году собрался Гангский поместный собор. Легко догадаться, видя, какие вопросы там поднимались, насколько они уже были актуальны, просто нетерпимы в то время в церкви и жаловались епископы на этих монахов, соблазнителей и разрушителей семьи, которые разваливают семьи, жены переодеваются в мужскую одежду, сколько-то из этих маскарадников, переодевальщиков в жития попало, а это может быть тысячная доля процента от общего числа поменявших женский гардероб на бурской. Многие стали бросать невест, жен, мужей, родителей, детей, и все ради спасения, ради благочестия. Кто-то же дергал за эти ниточки и веревочки, кто-то из далекой пустыни дирижировал этой эпидемией. Так что государственная жизнь стала разваливаться. И тогда соборы под руководством православных и благочестивейших императоров, собиравшиеся, стали выносить эти правила, что равнозначно нашим статьям Конституции и Уголовному кодексу и брать под клятву, то есть под проклятие всех непокоривых божественным и государственным законам. Где написано «под клятвую», значит, этот подпавший под нарушение этой заповеди есть окаянный преступник. Но под эти статьи Ганглского собора попадают чуть ли не все подвижники и пустынники, которые тиражировали свой образ на неискушенных. И немало было их там, если только в одной малой части пустыни, когда по приказу Аркадия императора и патриарха Александрийского феофила пришли войска и сразу же убили более десяти тысяч пустынников. Десять тысяч. Это по тем временам была огромная армия. Но это только одна часть, уголок одной пустыни. И эти монахи, все современники Иоанна Златоуста, уже никому не подчинялись. И власть поняла это и срочно, всего лишь через тридцать с лишним лет после воцарения царя Константина, вынуждена была принять эти жесткие правила против жития в кавычках святых. В кавычках, вернее, простите. Привожу их правила полностью, хотя они не действуют сегодня на патриотов житийных. Гангский собор. Тринадцатое правило. Если какая-либо жена ради мнимого подвижничества переменит одеяние, вместо обыкновенной женской одежды облечется мужскую, да будет под клятвою. Четырнадцатое правило. Если какая-либо жена оставит мужа, это и не захочет, гнушаясь браком, да будет под клятвою. Пятнадцатое правило. Если кто детей своих оставляет и не питает и не приводит по возможности к подобающему благочестью, но под предлогом отшельничества не родит о них, да будет под клятвою. Шестнадцатое. Если некоторые дети под предлогом благочестия оставят своих родителей наипаче верных и не воздают подобающей чести родителям, да будут под клятвою. Впрочем, правоверие добудет ими соблюдаемо предпочтительно. Семнадцатое правило. Если какая жена ради мнимого подвижничества стрижет волосы, которые дал ей Бог в напоминание подчиненности, таковая, как нарушающая заповедь подчиненности, добудет под клятвою. Восемнадцатое правило. Если кто ради мнимого подвижничества постится в день воскресный, добудет под клятвою. Девятнадцатое правило. Если кто из подвижников без телесной нужды возносится и разрешает посты, преданные к общему соблюдению и хранимой церковью, пребывая при том в полном разуме, добудет под клятвою. Двадцать первое правило. Сие же пишем, подставляя преграды не тем, которые в церкви Божьей по Писанию подвижствовать желают, но тем, которые подвижничества приемлют в повод гордости, возносятся над живущими просто. И вопреки Писаниям и церковным правилам вводят новости. Таким образом, мы и девство со смирением соединенное чтим, и воздержание с честностью и благочестием соблюдаемое приемлемое смиренное отшельничество от мирских дел ободряем. И брачное честное сожительство почитаем, и богатство с правдой и благотворением не уничижаем, и попросту, и малоценность одежд употребляемых только ради попечения от тела неизысканного похваляем. А из неженого в мягкой одежде хождения отвращаемся, и домы Божие почитаем, и собрания, бывающие в них, как святые и полезные приемлем, не заключая благочестия в домах, но почитая всякое место, созданное во имя Божие, и хождение в церковь Божию на пользу общую приемлем, и избыточествующие благотворение братьев по преданиям посредством церкви нищим, бывающие ублажаем, и, да скажем вкратце, желаем, добывая в церкви все принятые от божественных писаний и апостольских преданий. Исаакий, память 3 августа, преподобный дал мат, жил в царственной Феодосии Великого, служил в войске и пользовался уважением царя. Затем, презрев для Бога все мирское, он оставил жену и детей, взяв с собой одного только сына Фавста, и пошел к преподобному Исаакию, имевшему обитель близ Константинополя. Здесь они были пострижены преподобным Исаакием, выноческий чин, и оба вели богоугодную жизнь, постоянно соблюдая строгий пост.